Добрый день, мои дорогие! Вот сегодня такой интересный день. Все заняты своими делами. По прогнозу, день сегодня немножко пасмурный. Поэтому мы с папой задумались о том, а не поехать ли нам на горячий источник. Но обычно мы на горячий источник уезжаем в 10 утра, чтобы в 11 там. Там с 11 до 3 можно купаться. А вторая партия людей заезжает с 4 до 11 вечера. И вот мы ходим в раздумьях. Даже еще не занимались ни продуктами, ни чем. Но так потихонечку решаем, поехать нам или не поехать. Но, скорее всего, ссылаемся к тому, чтобы поехать на горячий источник. Ну, значит, мне придется сейчас заняться приготовлением к поездке. Папа в своем репертуаре. Папа, у ребенка велосипеда не будет. Костя жалуется, что у него плохо крутятся педальки. Папа, видать, туговато сделал. Вот папа сел, ремонтирует. Ну вот, а дедушка уже подъехал? Сейчас подъехал. Поехали мы на горячий источник. Собрались. Все закрыли. Ой, а сад красивый какой. Даже неохота уезжать. Кошки провожать. Все, давайте в машину. Дедушка подъезжает, да? Да. Сейчас подъедет еще одна машина. Сегодня едем на одной нашей. Малыши все к нам. Да, мы к дедушкам. А мы к дедушкам. А взрослые. Сейчас посмотрим. Компанию не записала. Та компания тоже поехала. Все, дедушка посадил к себе свекор мой. И мы поехали. Такая красивая дорога. Едем. Ваня, сыночек, сидит. Мне потихонечку по головке гладит. Маме так хорошо. Один глазик закрывается. Да, сынок? Ага. Чешет, сидит, разговаривает. Гладит маму. Осталось... Недавно проехали знак. Осталось 6 километров. И мы уже будем на горячих источниках. Мы будем... Обычно мы на этот горячий источник ездим с 11 утра до 3 дня. И первый раз мы едем туда с 4 дня до 10 вечера, до 22. То есть возвращаться будем уже по темноте. Ну, надо разное время бывать. Посмотреть, когда лучше. Мы уже много раз были с утра. Немножечко печалька у нас. Мы не взяли детям... Не взяли такие у нас надувные эти спасательные жилетики. Мы не взяли. И придется жестко контролировать ребятишек, малышей, находиться возле них. Так-то ребятишки сами могли... Вот 2 километра нам осталось ехать. Так ребятишки сами могли купаться. А так придется нам их контролировать. Ну, а, дочь? Ну, научилась, но все равно будешь купаться рядом с мамой. Я что-то была сконцентрирована на питании. Все облацком вечно. Как бы не была запланирована поездка, и так спонтанно собрались, да. И вот первый раз мы забыли эти... Я немножечко даже волнуюсь. Первый раз мы забыли эти жилеты спасательные. Тогда они нас и на море спасают очень. Круги спасательные жилеты. Мы одеваем им круги, жилет спасатель и круги. И тогда красота вообще. Но мы больше постараемся не забывать. Посмотрим, как ребятишки сегодня себя будут чувствовать без жилетов. Ну вот мы уже скоро подъедем. А прям... Ну вот, мы приехали, да. Такой съезд на наши источники здесь. Сейчас мы пойдем покупать билеты. Пойдем... Пойдем... Такие нам будут штучки на руку делать. Ну вот. Потом продолжу съемку. Буду? Ну вот уже Снежана, Анюта. Ой, звезды, звезды. Сейчас, Вань, что ты уже голодный? Ну, доставай. Сейчас мы расположим сумки. Парни надувают на рукавники. Мы их забыли, но пришлось кушать. Сейчас все разоберем. И потом я вам красивое покажу. А вам не в розетку? Ну, вот такой у нас комната. Дети ушли купаться. Я быстро накрыла стол. Потому что тут холодильник. Потому что выбегут, будут кушать сразу хотеть. И интересно, в этот раз у меня стол накрыт. Вот в пакетиках все. Я взяла рулон пакетов с собой. Чтобы не таскать тарелки. Мне так понравилось. Куры в пакетах. Потом все собрать и выбросить. Колбаска в пакетах. Помидорки, огурчики. Коробки так и стоят. Это черешневый компот мой у меня. В том году очень много было. Сырок в пакетах разный. Огурчики. Здесь также и курочка вон в пакете. Помидорки, колбаска, сырок, печеньки. И что интересно, все, что съестся, все соберется и выбросится. Вот такое у нас застолье сегодня будет. То есть дети отдохнут. Я вот взяла им сегодня 4 курочки сделала. Колбаска копченая докторская. Помидорки, огурчики, сельдерей. Сыра три вида. Адыгейский обязательно. И три вида печенья. В конфеты, лаваш, хлебушек. То есть все. Картины у нас тут такие. Эта комната стоит 2500. Здесь чай. Наш мы чайник свой привезли. Я себе и папе уже чай сделала. Наша водичка. А вот тут можно делать шашлыки. Но нам, если честно, время жалко. Наш шашлыки. Вот я чувствую запах. Люди в соседней комнате готовят. Вот мы шашлыки каждый раз очень часто готовим у себя на огороде. А здесь тратить время мы лучше будем купаться. Я вот сегодня не порезала овощи. Все накрывала. И то, мне кажется, я так много времени трачу. Все купаются, а я здесь. Ну, вот так. Сейчас я засниму, пойду ребятишек в бассейне. Такая у нас тут комната. Здесь тоже умывальник. Туалет вот тут вот рядышком. Отходите сразу, дети. Анютка. Осторожно, Костя, надо. Проверяй, чтобы они на попу садились. Проверяй, чтобы они на попу садились. Красиво так все. Там бабушка с дедушкой наш. Ну, вот они. Машу. Сейчас подождите. Ну, вот так панорамы, если взять. Вот такие бассейны. Горочки. Лежачки. Стояночка. Это вот кафе. Администрация. Там на втором этаже тоже балкончики сделаны. Так вот покажу сбоку. Там живут люди. Вот второй корпус. Тоже там столики внутри. И второй бассейн. Вот он. Парковка автомобильная. Ну, солнце правда светит. Я не знаю, как получится. Я вообще ничего не вижу. Ну, вот. Второй бассейн. И там дальше еще домики. Мангалы. Ну, вот они, мои дорогие дети. Моя семья. Они пришли кушать. На этом мы прекратим съемки видео. Потому что потом горячий источник. Носить с собой камеру очень неудобно. Да и за детьми много смотреть приходилось. Все-таки это вода. С вами хочу попрощаться. Спасибо за то, что были с нами до конца. Спасибо, что просматриваете. Спасибо, что пишете хорошие комментарии. До скорой встречи. Ну, вот мы приехали домой. Все дети устали. Сразу уснули. Ну, а мы с мамой еще вот перестирали белье. Все, что халатики там. Купальки. Купальнички. Да, все спят. А мы еще продолжаем отдыхать на горячем источнике. Да, так что, друзья, спасибо вам, что смотрите нас. Нам приятно. Кому интересно, спрашивайте. Мы можем побольше рассказать в комментариях об этом месте, где отдыхали. Может, кто-то тоже захочет съездить с семьей. Да, можно с ночевой приезжать, отдыхать. На несколько дней даже можно приезжать. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте. Мы все расскажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.